дорогие друзья приветствуем вас на нашем обзоре хотели бы сегодня вам предложить за обзор за квартал второй квартал этого года урочник наш назывался великая борьба автор мартин ли и хотели бы вам предложить то что мы выбрали лучшие вопросы из этого урочника во-первых хотел представить кто будет с нами проводить алексей васильев лиза дзюдагова приветствую вас приветствуем тоже и наш ведущий брат за него спасибо итак первый наш вопрос конечно мы бы хотели с чего борьба началась поразмышлять откровение 12 глава и 7 по 9 стих и произошла на небе война михаил и ангелы его воевали против дракона и дракон и ангелы его воевали против них но не устояли и не нашлось уже для них места на небе и низвержен был великий дракон древний змеи называемый дьяволом и сатаною обольщающий всю вселенную низвержен на землю и ангелы его низвержены с ним что за конфликт описан в этих стихах конфликт который произошел там произошел между христом потому что мы понимаем что михаил это титул иисуса христа и его ангелы и воевали против дракона произошла ну не то что в таком понимании как мы сегодня понимаем война это как будто бы стреляют или еще какие-то действия между сторонами но произошли прения в интересах то есть сатана стал прийти давать на некоторые вопросы которые принадлежали только богу только для него а сатана стал говорить что у бога не все так правильно справедливо и стал нечто требовать к себе то что относится к богу но об этом мы будем еще говорить я думаю дальше на спасибо кто дракон кто михаил мы говорим что это сатана да дракон михаил это иисус где в библии мы подтверждение находим этому да очень интересно мы должны понимать что книга откровения это книга образов и те иллюстрации которые господь через иоанна нам открывает мы должны понимать в свете вообще всей библейской концепции и и основное правило которым мы должны следовать все конечно это правило что библия трактует сама себя объяснять сама себя и мы должны искать ответы в ближайшем контексте если они найдутся или искать их вообще в книгах библии и вот например если говорить о том кто такой дракон то здесь же откровение 12 глава 9 стих мы можем прочитать что и незвержен был великий дракон древний змеи называемый дьяволом и сатаною обольщающий всю вселенную незвержен на землю и ангелы его незвержены с ним и это не единственный отрывок в той же книге откровения в двадцатой главе второй стих тоже нам открывать что это дракон это именно то существо которое нам известное всем известно как дьявол как сатана спасибо большое а чем завершилось вот это сражение ну еще оно полностью не завершилось но вот на небе как описано сейчас в этих стихах да ну из тех текстов которые мы с вами прочитали мы понимаем что произошли вот эти прения столкновения и мы видим что часть ангелов которые господь сотворил они примкнули к вот этому древнему змею мы понимаем что у него появились ангелы которые разделили его точку зрения и конфликта достиг определенного своего накала когда господу пришлось вот мы читаем в конце девятого текста 12 главы и незвержен был дьявол называемый еще сатаной на землю и ангелы его неизвержены вместе с ним тогда такой вопрос назревает почему в такой совершенной вселенной которую создал бог появилась восстание вот вопрос наверное важны сложны но ответить на него человек должен обязательно сам для себя и вообще в целом и должен говорить об этом всегда почему произошло восстание что вообще позволило состояться в совершенной вселенной восстание и здесь такой ответ интересный та свобода выбора свобода воли которая была дана создателям всем сотворенным разумным существам мы признаем что именно это послужило дало возможность состояться восстание на ней конечно это не говорит о том что дать свободу выбора была какой-то ошибка и мы знаем что господь не ошибается наши великий бог и творец но к сожалению именно по этой причине и возникла такая страшная ситуация которую результаты которой мы сейчас все наблюдаем на спасибо свобода выбора да она была она лежала вот в основе всего и этой свободой воспользовался люцифер да он воспользовался но не так как надо было свобода выбора она была для того чтобы человек мог и все созданные существа могли проявить любовь к богу по свободному выбору я часто вспоминаю пример такой вы бы как хотели говорить чтобы ваши дети принесли вам тапочки когда вы пришли у них есть свобода выбора принести их или нет и очень хочется чтобы они не были роботами да и бог точно так же хотел чтобы его дети поклонялись ему из свободного желания и можно вот как бы дополнить да по поводу свободы выбора мы рассуждаем несколько вот уроков назад молодежном классе говорили тоже о том что каждый из нас любит и уважает своих родителей особенно мать потому что она даровала нам жизнь и мы ее любим и почитаем мы не преклоняемся перед ней в плане как перед богом перед божеством но мы в почтении и в преклонении перед ней потому что она даровала нам жизнь и она воспитала каждого из нас вот точно так же и господь он не требует от нас вот этой любви почитания преклонения но по статусу потому что он сотворил нас господь ждет он не требует но дает нам выбору выбор человек придет к нему с вот этим почтением преклонением что бог сотворил каждого из нас или нет и это право было дано абсолютно каждому сотворенному существу из ангелов и люциферу в том числе но наступил когда-то такой момент что сатана начал думать по-другому мало того и сегодня мы возможно будем об этом говорить дальше он захотел тоже этого почтения он захотел чтобы преклонились перед ним да спасибо можно ли объяснить появление греха без понимания великой борьбы которая происходит сейчас во вселенной можем и вы знаете книга иова тому подтверждение вот как раз мы с вами имеем такое благословение преимущество читать эту книгу и видеть эту ситуацию с такого с перспективы общего обзора а если мы с вами читаем вопросы и у во которые он задавал господу его метание души его страдания потому что те бедствия страшные которые свалились на него вот первое время он пережил и благословил бога но вот этот вопрос который на который он не мог ответить не зная о существовании о целях и о действиях сатаны он приписывал все события господу и вот это наверное страшно не знать что за всеми бедствиями стоит сатана да конечно ну очень важно понимать характер бога да и когда мы понимаем что бог любящий что он все создал во вселенной прекрасно да и оно должно было быть таким но в какой-то момент возникает грех но бог в этом не виноват помните когда на кресте да написано было что бог оправдал себя да вот действительно бог был на кресте оправдан и его характер его воля были показаны какой он есть на самом деле хорошо но я хотел бы дополнить дело в том что и священное писание нам как бы говорит как зародился грех написано это тайна то есть возможно если мы окажемся на небесах вместе с господом то где-то мы можем заглянуть за эту грань и понять но пока для нас вот как грех зародился в люцифере как он продолжает зарождаться в человеке это отчасти непонятно да по поводу человека мы читаем что искушение посылает нам сатана но как этот момент происходит в сознании даже каждой личности мы до конца это понять не можем давайте откроем эсайя 14 глава из 12 по 14 стих как упал ты с неба дениться сын зари разбился о землю попиравший народы а говорил в сердце своем зайду на небо выше звезд божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонми богов на краю севера зайду на высоки на высоты облачные буду подобен всевышним спасибо давайте языки лет уже прочитаем двадцать восьмая глава с двенадцатого по пятнадцатый стих сын человеческий плач о царе тирском и скажи ему так говорит господь бог ты печать совершенства полнота мудрости венец красоты ты находился в адеме в саду божием твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями рубин топаз и алмаз хризалит оникс яспи сапфир карбунку и изумруд и золото все искусно усажено у тебя в гнездышках и нанизаные на тебе приготовлено было в день сотворения твоего ты был помазанным херувимом чтобы осенять и я поставил тебя на то ты был на горе на святой горе божией ходил среди огнестых камней ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего доколе не нашлось в тебе беззакония да доколе не нашлось в тебе беззакония вот что привело люцифера к восстанию вот из этих стихов которые мы прочитали как уже было сказано как алексей говорил мы должны понимать что тайна беззакония не просто так названа тайной и рациональной причины тому что произошло в сердце люцифера нет и быть не может не было никаких причин если мы говорим о теперешней жизни то обычно если люди поступают плохо если они оказываются в тюрьме даже если они оказываются маньяками то обычно разбирается их детство и говорится что вот в детстве этот человек пережил травму какую-то серьезную или какие-то жизненные обстоятельства что конечно не оправдывает но какие-то объяснения нынешние психологи исследователи ищут здесь мы видим что никаких причин объективных не было у этого великого великолепного существа сотворенного для того чтобы пасть и вот эта терминология очень нравится здесь беззакония в нем нашлось еще мне нравится очень как об этом говорил иисус он говорил о том что сатана отец лужи допустим что он человекоубийца от начала это вот восьмая глава евангелия от иоанна поэтому никакой причины не было но это страшное вот но вот тексты которые мы прочитали исаи и языки или вот есть небольшие вкрапления у языки или написано от красоты твоей возгордилось сердце твое и от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою то есть вот начаток это первое то есть он был могущественным херувимом он возглавлял все воинство ангелов и вот ему захотелось нечто большее как это произошло в его сознании мы может быть до конца и не понимаем да но это случилось и от красоты возгордилось сердце от тщеславия ему захотелось большего а читая исаи мы видели там моменты он вот мечтал сесть в сон мне богов то есть там где отец небесный и как-то быть вникнутым в те вопросы которые решал сам господь еще написано что от обширной торговли твоей да что это значит отторгал свет да он да и он по какой-то момент подумал что этот свет исходит от него да он отторгал чем мог еще торговать да Люцифер он отторгал божий свет и ангелам приносил его и они и многие ангелы подумали что этот свет действительно исходил и от него тоже да написано вот сколько ангелов поверила в ложь сатаны треть это огромное число на самом деле да треть ангелов поверила в ложь сатаны и они были сосланы все на землю да вот мы читали и увлекся собой он треть ангелов да говорит хвост его действительно это написано в откровении двенадцатая глава и четвертый стих треть ангелов поверила в ложь сатаны что мы можем сказать вот силе обольщения этого падшего ангела если он мог треть ангелов увлечь за собой вот мы только что с вами читали языки и я этот маленький нюанс отметил и здесь но также сказано от красоты твоей возгордело сердце твое это первое а второе от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою он был сотворен очень мудрым и это личность действительно так как вот господь его сотворил он возглавлял всех ангелов и поэтому у него видимо было множество аргументов которые он мог изложить потому что духовные личности ангелы которые были сотворены богом которые находились в присутствии божьем которые видели его славу что нужно было сказать Люциферу этим ангелам какие аргументы или какие-то факты ну мы понимаем ложные он им преподнес что они поверили Люциферу и стали на его сторону то есть он очень искусно подходил в этом плане чтобы переубедить сотворенных существ мы должны понимать что та предвыборная компания которую он возглавлял она не содержала в себе лозунгов подобных там давайте будем творить зло убивать и сеять хаос и кошмар во всей вселенной действительно это существо и было и остается очень мудрым и это большая для нас очень серьезная и важная информация то что предлагает сатана ему выгодно когда его рисуют в детских сказках или в каких-то присказках как чертика с рожками и копытами уменьшают до размеров мифического существа выгодно когда его представляют даже существом каким-то вот даже визуально отвратительным но он принимает вид ангела света и его речи это часто бывают речи похожие на ангельские на светлые на божьи речи всегда свой обман он как-то очень искусно нанизывает на правду вуалирует и даже те искушения которые он предлагает сейчас человечеству они часто едва различимы и кажутся призывами к благодати и к счастью большому к свободе основной лозунг это лозунг о том что все разумные существа должны быть свободны он говорит о том что мы должны быть свободны от божьего закона от божьего в кавычках гнета как он это представлял но на самом деле это конечно призыв к смерти спасибо спасибо вот если это ну такое существо которое вот ну мудрое и ну очень умное да существо и действительно и писание само говорит что мы не можем победить его тогда какой был план у бога бог знал это бог мог предусмотреть это да да и вот если он дал свободу выбора человеку вот как он предусмотрел если эта свобода будет нарушена какой план был у бога чтобы как-то помочь человеку ну мы понимаем что эта борьба произошла до сотворения нашего мира когда Люцифер начал уже высказывать все свои эти предположения и поэтому мы видим что когда господь сотворил землю сотворил человека и поместил его в эдемском саду то бог в принципе для человека сделал одно правило человек понимал что господь его творец он выражал взаимную любовь к творцу но бог сказал ты можешь жить благоденствуя в этом райском саду но есть одно всего лишь правило которое ты не можешь нарушить первое из подпунктов этого правила звучало не подходи к дереву а второе не бери этот плод а третье не вкушай его то есть вот шаг за шагом если бы Ева не подошла к дереву возможно бы этого искушения не произошло то есть мы понимаем что господь предупредил читу о том что это может произойти но так как он очень искусный обманщик и как Лиза до этого говорила он отец лжи то он ждал удобного момента когда кто-то из первой четыре адам или Ева они окажутся вблизи этого дерева а дальше уже стоило просто применить тактику очень искусно речи чтобы посеять семена сомнения недоверия чтобы человека в частности мы читаем что Ева первая взяла этот плод вкусила а потом дала своему мужу тем самым они нарушили просто повеление Божье что привело к тому у них был выбор делать или нет и они сделали свободу выбора они ослушались Бога в этом их был первый грех дальше у Бога есть план да спасения человека человек ослушался и каков был план после этого падения смотрите 1 Петра 1 глава с 18 стиха зная что не тленом серебром или золотом искупленного от суетной жизни преданной вам от отцов но драгоценную кровью Христа как непорочного и чистого агнца предназначенного еще прежде создания мира но и вившегося в последние времена для вас то есть мы понимаем что этот план был проговорен задуман прежде основания мира потому что нас наш всеведающий всезнающий Господь знал что когда-то свобода выбора которая является благом безусловным она сыграет против самого Господа и обернется тем что вся вселенная должна будет убедиться на просто почему действительно зачем дан закон и на каких основаниях Господь правит именно таким образом во вселенной этот план был задуман заранее прежде бытия вселенной и воплощен в жизни служения крестной смерти воскресении вознесения Иисуса и так жертва Иисуса она была от создания мира еще написано да агнец заклоны да да это говорит о том что план у Бога был уже задолго до грехопадения человека план спасения уже был еще в план Бога еще входило и святилище мы знаем что на небе было святилище в котором было и святое святой святых да и вот для чего было святилище дано вот что что оно давало людям вот и в прошлые времена и сейчас мы знаем что на небе это святилище существует ну да мы читаем что когда Господь общался с Моисеем и призвал его к служению то он говорил ему о том что нужно на земле построить святилище это место где Бог будет обидать со своим народом и очень подробно расписал всю систему жертвоприношений самого служения как оно должно быть устроено это святилище и что где должно находиться и сегодня когда мы читаем его внимательно и сравниваем особенно с посланием к евреям мы видим что вот очень много есть параллелей все что было в храме в святилище а потом и в храме на земле у израильского народа оно все имело определенные иллюзии на служение Иисуса Христа то есть Павел это очень красиво потом показал но вопрос в том какова была же функция тогда святилище на небе и читая Библию мы находим небольшие крупицы этих текстов но мы видим что храм на небе выполнял функцию как того места где восседал Господь где пребывала его слава и понимая что есть определенное место святая святых тоже на небесах мы можем сказать что это место самого присутствия Бога там было какую функцию конкретно выполняло святилище до того как вот Господь показал Моисею и рассказал это есть только лишь купица мы можем предполагать но то что Господь присутствовал там и присутствует по нынешний день мы это видим потому что откровение говорит когда Иисус Христос вознесся четвертая пятая главы откровение если мы будем читать то мы видим что Иисус Христос вошел в этот храм и произошла своего рода инаугурация Иисуса Христа когда он сел рядом со своим отцом вместе с ним на троне давайте мы прочитаем евреям восьмая глава пятый стих Павел пишет которые служат образу и тени небесного как сказано было Моисею когда он приступал к совершению скинии смотри сказано сделай все по образу показанному тебе на горе и девятая глава второй стих тоже ибо устроена была скиния первая в которой был светильник и трапеза и предложение хлебов которое называется святое и за второй же завесой была скиния называемая святое святых имевшая золотую кодель там перечисляется и она тоже была устроена написана по образу и подобию вот какой образ какое подобие было показано Моисею на горе и как сделал Моисей вот эту скинию как Алексей уже сказал мы должны понимать что скиния которая была показана и воссоздана построена во времена Моисея она была образом небесного святилища опять же мы должны понимать что иногда буквальное понимание может завести нас немного не туда в том помещении которое называлось святое святых что в скинии Моисея что в храме Соломона был ковчег завета и вот престолом благодати да крышка заветы если переводить то правильнее перевести будет так то есть это иллюстрация того что есть на небе престол где восседает наш господь вот эти херувимы которые были над ковчегом которые в храме Соломона были поставлены это те небесные существа святые которые описываются там же в откровении у языка ииля которые обитают вокруг престола Божия прославляют нашего Господа Творца если мы читаем например в описании богослужения в храме или в скинии что фимиам возносился то в книге уже откровение мы читаем что это молитва святых да определенным образом и то богослужение которое проходило на земле все его этапы так или иначе это была иллюстрация это была притча это было такое показательное выступление можно даже сказать всего плана спасения который был задуман Господом поэтапно как он будет проходить и год за годом даже день за днем неделя за неделей новомесяча за новомесячем и год за годом израильский народ должен был эту школу проходить понимать ее правильно и готовиться к тому к приходу Мессии и к тому как этот план спасения будет проходить даже вот праздники мы знаем череда праздников она показывает вот этапы плана спасения и соответственно то что здесь на земле проходило в такой виде в таком виде иллюстрации да образов в небесном святилище находит свое действительное воплощение точно так же как жертвенные животные умирающие нашли свое реальное воплощение в крестной смерти нашего Господа Иисуса спасибо Лиза да и вот мы видим что в плане Бога и в плане Отца Иисус играл важную роль да потому что мы видим и он приносит себя в жертву да и так же мы видим что в святилище после того как он был распят на кресте он победил грех его происходит инаугурация да его вводят в храм и сейчас мы знаем что Иисус из святого вошел в святой святых мы говорим да мы действительно видим что в обоих этих служениях Иисус взял на себя такую роль да и он пострадал и сейчас он каждый день заботиться в святилище о нас да вот что человек приобрел в результате вот этого служения Иисуса ну первое мы понимаем что это жертва жертва в лице Иисуса Христа она намного важнее ценнее эти тексты мы читаем что эту жертву не нужно теперь постоянно приносить ежедневно то есть жертва Иисуса Христа она принесенная однажды и она является той жертвой которая может покрыть грехи каждого человека на протяжении веков то есть этой жертвы достаточно это первое а второе вот в послании к евреям мы очень часто находим одну формулировку которую Павел очень часто употребляет Христос стал нашим первосвященником когда вошел в небесное святилище и роль первосвященника в жизни израильского народа играла очень большую роль то есть человек приносившись жертву он понимал что он возлагает свой грех на жертву но раз в году первосвященник от этого греха избавлял весь народ навсегда и вот наш первосвященник на небе Иисус Христос он является и жертвой универсальной в том что не нужно теперь ежедневно приносить жертвы и второе что он является первосвященником то есть он взял этот грех и он же его может простить или избавить от него навсегда и в этом есть его универсальная функция Христа как жертвы первосвященника второе в том что он действительно очень сильно любит нас и будучи первосвященником он ходатайствует за каждого из нас перед небесным отцом когда мы с покаянием приходим к нему спасибо слава господу и вот то о чем вы говорили пятая глава книги откровения которая нам раскрывает сцену инаугурации Иисуса после его крестной смерти воскресения и вознесения на небо и давайте спросим вот как раз на вопрос что человечество да что человек получил благодаря вот служению Иисуса с девятого стиха пятая глава книги откровения здесь двадцать четыре старца даже с восьмой наверное и когда он взял книгу тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред агнцом имея каждую гусли золотые чаши полная эфемиама которой суть молитвы святых и поют новую песнь говоря достоин ты взять книгу и снять с нее печать ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени и соделал нас царями и священниками Богу нашему и мы будем царствовать на земле то есть вот эти представители человечества двадцать четыре старца они как раз говорят о том что сделал для нас Бог в результате вот этого служения Иисуса человек получил во-первых прощение грехов да подведем итог и что еще освящение да каждый день Иисус входит с нашим со своей кровью написано он единожды вошел да он со своей кровью и как священник ходатайствует за нас это очень важно не только то что Иисус принял жертву он он умер за нас на кресте он простил нам наши грехи но он еще каждый день ходатайствует за нас это тоже очень важно и конечно же Иисус открыл характер Бога да вот вот этими служениями он показал насколько Бог любит нас насколько это важно вот понимать характер Бога еще очень много всего Иисус принес на землю и вот показал нам вообще суть великой борьбы да открыл после Иисуса человек начал понимать лучше вот вообще замысел Божий конечно это очень важно и мы видим ну основную роль вот Христа в этом служении какова роль вот Божьего Слова в этой великой борьбе чем Писание мы даже знаем что сам Иисус который у нас центр Библии да центр нашей веры с вами центр нашего упования центр вообще плана спасения Божьего он назван Божьим Словом сам и соответственно роль Божьего Слова что вообще такое Божье Слово сейчас чаще всего когда мы об этом говорим мы имеем ввиду Библию да Слово Божие которое Господь по благости своей нам донес до нас через века через тысячелетия и действительно сейчас это тот инструмент которым мы можем сражаться мы с вами говорим о великой борьбе правильно и мы сражаемся не против плоти и крови а против духов злобы поднебесной и мы тварные телесные телом вот ограниченные существа ничего не можем сделать с малейшим из тех нечистых духов которые пошли за сатаной сами по себе поэтому ни оружия ни автомата ни пулеметы ни бронежилета от них не спасут но мы знаем что Слово Божие живое действенное и острее и всякого это действительно наше оружие и наш Господь Иисус если мы будем вспоминать его столкновения с дьяволом в пустыне например он с ним сражался именно Божьим Словом поэтому Божье Слово всегда и особенно в последние времена будет иметь решающую роль в нашей борьбе на стороне Господа против сатаны но дело в том что само Священное Писание оно раскрывает если бы мы не имели Слова Божьего то мы бы и возможно не узнали что произошла вот эта великая борьба хотя вот знаете сам термин он ну практически не встречается в Священном Писании и как мы читали Откровение 12 глава произошло восстание произошла просто написано война и вот то что произошло мы бы и не узнали не имея Слова Божьего потому что открывая Библию мы читаем на протяжении всех глав а что интересно мы же знаем что писалось это эти книги на протяжении 1600 лет и вот когда мы иногда открываем Бытие или книгу Иова или книгу Откровения которая уже писалась спустя много веков мы видим что вот прослеживается вот одна линия что был Люцифер он был сотворенным хорошим существом в его сердце зародился как-то этот грех это тайна а потом вот произошло вот это восстание когда он склонил на свою сторону других ангелов когда они стали идти против Бога и достигла вот эта определенная кульминация когда Бог уже низвергнул сатану и его ангелов на небо и сегодня они вот заключены в определенных рамках нашей земной планеты во вселенной и не имеют доступа уже ни на небо ни к другим непадшим мирам как мы читаем и только вот существует здесь чтобы прельщать тех людей которых они еще могут прельстить чтобы вот ну люди тоже могли определяться кому они служат Люциферу с его ангелами или Михаилу и его ангелам поэтому Слово Божие нам раскрывает эту истину да действительно в послании эфесянам написано что возьмите оружие да шлем щит как Слово Божие написано что оно и защищает нас и меч это средство нападения да разрушать вот оковы сатаны можно словом и действительно Слово Божие оно свет вот как писали наши писатели Достоевские они говорили что это слово свет для человека и без этого света мы знаем что случилось в темные века когда Слово Божие было под запретом и самое интересное что этот запрет вынесла сама церковь запретить Слово Божие к сожалению и без Слово Божие действительно мы видим к чему привело это но реформаторы начиная с вальденцев да они сохранили Слово Божие и сейчас оно у нас в руках у каждого и мы можем им и защищаться и разрушать планы сатаны это великое чудо вот то что Слово Божие у нас в руках и хотелось бы дополнить что действительно читая источники сравнивая различные манускрипты мы видим одну главную вещь потому что сегодня все больше больше мы слышим разговоров о том что могло быть где-то что-то изменено написано но если мы внимательно читаем что оказывается изменились толкования Библии но та Библия которую мы сегодня с вами имеем она очень близка к оригиналам тех текстов которые сегодня найдены которые сегодня храняются которые внимательно сегодня изучаются и переводятся и тот текст который мы имеем сравнивая с древними текстами он фактически к нам дошел без изменений но вот толкования священного описания очень часто на протяжении истории христианства они очень часто менялись мы должны понимать что мы говорим о том что Слово Божие это сильнейшее оружие наше в борьбе с сатаной и он всю дорогу скажем так пытается лишить нас доступа к Божьему Слову если мы говорим о темных веках средневековье мы понимаем что тогда за то что христианин имеет у себя Слово Божие рассказывающее о Христе можно было поплатиться за это жизнь сейчас у нас в свободном доступе и наш враг использует иные способы теперь он разрушает доверие как Алексей сказал к Божьему Слову делаются переводы которые не соответствуют некоторые оригинальному тексту Слово Божие часто высмеивается но оно побеждает вот мы сквозь века сквозь историю видим что Божье Слово это такое же живое Божье Слово как тогда когда он творил Вселенную и Землю И оно всегда побеждает оно всегда доказывает свою истинность и свою силу и это оружие нашего вынесения. Спасибо. Спасибо. Действительно, Писание, оно объясняет саму себя, и если его что-то дополнять, то оно не сможет себя дополнить, вот само Писание. Оно всегда себя объясняет, и если человек вмешивается, то это видно всегда, да? Если в Писание вмешаться и изменить его смысл, в следующих текстах вы найдете этому опровержение 100%. Что Слово Божье говорит о великой борьбе в последнее время? Ну, смотрите, именно книга Откровения больше всего она показывает нам, что будет происходить в последнее время. То есть, есть несколько глав в Евангелии, которые это освещают, но Откровение больше всего и шире открывает вот все те события, которые будут происходить. И в последнее время, если мы говорим о последнем времени, то это должна произойти какая-то, я может еще раз это слово скажу, кульминация всех событий в истории Земли, когда должен прийти Иисус Христос. И вот приход Иисуса Христа, он должен положить все-таки конец этому вопросу, кто на чьей стороне. Потому что мы прочитали, когда в Откровении 12, то был Михаил, ангел его, и был древний змей, сатана и ангел его. Ангелы определились, кто на чьей стороне. Но сегодня вся эта борьба перенеслась на арену Земли. И сегодня все человечество вовлечено вот в этот выбор. Мы тоже говорили с вами о свободе выбора. И Бог хочет, чтобы каждый человек мог сделать для себя выбор, за кем он последует. За Михаилом Христом или за сатаной и его ангелами. Поэтому сегодня этот вопрос касается всех людей на Земле. И поэтому все те события, которые разворачиваются вот в нашем мире, они ставят человека перед вот этим вопросом. А ты чей? Ты за кем следуешь? За Христом или за Люцифером? Слово Божие показывает, что в последнее время действительно будет борьба, и она будет очень суровой, жесткой. И какие вот моменты мы можем выделить вот перед тем, как мы примем, на чьей стороне мы? Вот перед тем, как мы примем, какая борьба будет? Вот что Писание нам говорит? Если мы с вами обращаемся к книге Откровения, к 12 главе, о которой мы уже говорили, то здесь в 17 стихе что мы видим? Ира сверепела дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. И 13 глава здесь вот «И стал я на песке морском», хотя в современной переводе там говорится «И стал не Иоанн, который писал на песке морском, а тот самый дракон, который описывается в конце прошлой главы, встал на песке морском и увидел Иоанн, выходящего из моря зверя, семью головами, десятью рогами». И дальше описывается вот эта вот дьявольская троица, потому что мы знаем, что сатана, Люцифер, каким бы он мудрым ни был, он ничего не придумывает сам. Вся его деятельность направлена на желание скопировать деятельность Творца, скопировать вот эти взаимоотношения внутри троицы, внутри триединого нашего Господа. И поэтому здесь тоже читаем в этих строках, что дано было ему вести войну со святыми и победить их, дана всякая власть над коленом, народом, языком и племенем. Здесь написано, что будет иметь власть убивать всякого, кто не будет принимать начертания, на челу или на руку свою. Здесь написано, что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. И Иисус своих учеников, предупреждая о грядущих событиях, тоже он говорил о том, что времена придут тяжкие, что верных Господу людей будут ждать великие испытания, что против них борется дьявол в великой ярости, зная, что мало времени ему остается. Но мы знаем, что без помощи, без контроля и защиты Господа не останется никто из тех, кто записан в книге жизни. Дело в том, что мы понимаем, что эта борьба длится уже веками, была на небе, потом спустилась она на землю, так как человечество допустило грех в своей жизни. И сатана сегодня претендует на всю землю, как на свое царство правления, и утверждает, что раз человек впал в грех, значит, человечество мое. Но находятся люди, которые говорят, нет, мы хотим жить по Божьим заповедям, как Лиза сказала, и мы хотим следовать за Богом. Но вопрос заключается в следующем, что когда на кресте сатана хотел распять Христа и привести его к смерти, то там сатана проиграл. Он проиграл, потому что он думал, что он умертвит Михаила, Христа, но именно в этой смерти человечеству было даровано спасение. И вот здесь он проиграл. Но тем самым, когда сатана совершил вот этот акт, понятно, он не сам это делал, он побеждал людей к тому, чтобы Иисуса Христа пригвоздили ко Христу, и он умер. Он в этом показал всю свою сущность. И здесь он проиграл. И теперь мы читаем следующий текст, что сатана сегодня в большой ярости, потому что он понимает, что ему остается мало времени до решения всех его вопросов и вынесения приговора. И вот он сегодня ходит, как рыкающий лев, ища, кого еще можно поглотить. То есть он понимает, что его вопрос решен, что ему будет вынесен смертельный приговор, но он еще думает о том, как можно больше людей склонить на свою сторону. И вот он ходит и выискивает этих людей, подкидывая людям сегодня искушения, соблазны, какие-то грехи, чтобы люди могли встать на его сторону. И эта борьба накаляется все больше и больше. Он использует для этого не просто людей, он искусно обманывает различных служителей церкви, руководителей государств, руководителей каких-то общественных организаций, потому что сегодня очень большая масса людей говорят о любви, о толерантности, о мире, но мы видим, люди совершают грех, происходят войны, происходят смерти, и все это дело рук вот этого искусного обманщика. Писание говорит, что будет поставлена либо печать Божья, либо начертание зверя. И в последнее время, согласно нашему Писанию, которое мы считаем Словом Божиим, люди будут разделены на две категории. Те, которые примут начертание зверя, и те, которые печать Божью получат. Давайте мы прочитаем Откровение, 7 глава, 1-2 стих. И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. Воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И Откровение, 14 глава, 1 стих. Давайте прочитаем. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, а с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И давайте это сравним. Откровение, 13 глава, 16-17 стих. Сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя его, число имени его. мы знаем, да, 666 написано. Куда ставились эти печати? Написано, что печать Божья, она ставилась на чело, да, или на этот, на черт, или на руку, да. Что это означает? Мы говорим о том, что большую ошибку делают те люди, которые, будучи привлечены к ним, которые очень стимулируют, начинают свое знакомство с писанием, с книгой Откровения. Человек, который просто в первую книгу Библии, который прочтет книгу Откровения, он просто придет в ужас и замешательство. Мы понимаем, что эта книга последняя в библейском перечне, и здесь содержится вся информация, сконцентрированная по всей Библии. Вот давайте откроем второзаконие, шестая глава, с четвертого стиха, когда нашего Господа спросили о том, какая самая большая заповедь в законе, вот здесь «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставай, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкаю над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». То есть здесь мы видим, что Иоанн пользуется, естественно, и Господь пользуется теми символовыми, образами, информацией, которые уже даны в библейском повествовании. И вот эта ситуация, когда поставляется именно на чело, то есть на лоб и на руку, мы встречаем уже в Библии. И означает это, соответственно, тоже не просто эти места выбраны. Если мы говорим о голове, то это место, можно сказать, да, так, орган, который принимает решения вообще в жизни человека. наше сознание, да. И, да, конечно, на чьей стороне, а рука, соответственно, это образ, символ того действия вообще человека, потому что мы знаем, что грех, противостояние Богу или верность Господу и служение Ему, начиная с нашего разума, оно проистекает в нашей поступке. Ну, маленький нюанс, который мне хотелось бы отметить. Если мы внимательно можем просмотреть слова текста оригиналов, которым написано было откровение, то мы можем встретить следующую интересную вещь, что, когда Господь запечатлевает народ свой, то ставится печать, или можно сказать, отпечаток Божьего какого-то образа будет на челах избранных детей Божьих. А вот правильная формулировка не печати, а даже как там написано начертание зверя, то там идет больше, знаете, какая смысловая нагрузка? Сатана клеймит, он ставит клеймо на чело и клеймо на руку. То есть, вот знаете, как животных клеймят, вот точно так же сатана. То есть, Бог отпечатывает свой образ в избранных детей Божьих. Вот что такое есть печать Божья. Бог хочет восстановить в нас свой образ. И имя свое отпечатывается на нас. Мы Божьи дети. А сатана клеймит, клеймит тех, кто встал на его сторону. Хотелось бы добавить еще один момент. Он говорит, поставлено будет начертание зверя на чего или на руку? Или на руку. Что это означает? Значит, на чего это кто-то осознанно примет то, что предложит сатана. Осознанно они будут принимать это решение. А некоторые, у них будет поставлено на руку. Но они не будут осознанно это решение принимать. Кто такие, которые имут это неосознанно? Это те, кто испугается. те, кто будет знать истину, будет выгодно идти по-другому. По плану сатаны они пойдут. Например, мы знаем, что в последнее время вопрос о субботе будет очень серьезно поставлен. в субботе в субботе. Например, я хочу такой пример привести. В субботу человек будет знать, что надо в субботу поклоняться. Но из страха он будет приходить и поклоняться в воскресенье. Или в какой-то день другой предположенный. Общий для всех. Сейчас мы видим большое экономическое движение. и оно может привести к такому моменту, когда все поклонятся в один день вместе, но не в субботу. Но если... Очень важно, очень важно, чтобы мы... Очень много людей просто испугается. Я думаю, что важная задача объяснять им, насколько этим людям важно осознанный выбор сделать, чтобы получить печать поздно. Чего? Просто, может быть, чтобы нашим зрителям было более понятно, о чем мы говорим. Мы говорили о печати. Вообще, печать, это чаще всего, что делал либо царь, либо кто-то из знатных людей. У него был перстень, на котором было нечто изображено, и когда он какие-то указы или письма скреплял, то он делал оттиск вот этого перстня. И по этому оттиску можно было понять, что за царь или князь вельможа, какие земли ему принадлежат, чем он владычествует, чем он управляет, каким народом. И вот в этом оттиске, в этом отпечатке люди могли многое что увидеть и прочитать. И поэтому Господь вот ставит свой отпечаток на избранных детей Божьих. И так как Мурат уже начал говорить о том, что в этой печати есть очень много информации для нас, печать Божию, которую Бог ставит на детей своих избранных. Во-первых, он является нашим творцом, поэтому мы как бы преклоняемся перед ним. Он является управлителем всей вселенной и творцом всей земли. И мы понимаем, вот она его территория. И у него есть определенные правила, нормы, законы, которые принадлежат ему как правителю. И второй момент, от чего хотелось бы оттолкнуться, почему печать имеет очень важное значение, и мы перешли к вопросу субботи. Дело в том, что сатана на что претендовал? Он хотел тоже преклонения перед ним. Мы преклоняемся перед Господом, потому что Он сотворил нас. А суббота, она является венцом творения. И что делает сатана? На протяжении всех веков он искал, ну, вначале ангела склонил на свою сторону, а потом искал людей, как бы привлечь на свою сторону. И в древние века это было язычество, это были разные культы. В эру христианства сатана немного изменил тактику. Он взял истину, он взял христианство, но решил кое-что видоизменить, чтобы люди стали преклоняться перед ним. Если Бог требовал преклонения перед ним в особый святой субботний день, то сатана в какой-то момент истории изменяет этот день, и люди начинают преклоняться перед ним, но совершенно в иной день. Не в седьмой день недели, а в первый день недели. Спасибо. Спасибо. Изначально с чего если говорить о предвыборном возрасте, то нападки на что было? То, что характер Бога соответствует тому, о чем столкнулись небожители тогда на божий закон. То есть было провозглашено сатаной, что божий закон не обязателен, то есть мы разумные существа вправе самостоятельно решать, будем мы соблюдать какие-то правила, какие-то установления или не будем. И поэтому вот эта великая борьба и ее кульминация, она тоже будет в принципе вращаться вокруг ситуации с тем, каков божий характер и с необходимостью соблюдения Божьего закона. Иисус, придя, о чем мы уже говорили, показал, во-первых, своей жизнью, что Господь наш благ, что Он есть любовь, что Он готов своей жизнью заплатить и выкупить нас из власти греха, желая обитать с нами в отношениях любви всю вечность. И вечность, незыблемость и необходимость Божьего закона была доказана тем, и непоколебимость, что Иисус заплатил и решил вопрос греха вот таким очень болезненным, мягко говоря, способом своей смертью крестной. Сердце его разорвалось, да, Он заплатил, Он оплатил. и поэтому вот этот вопрос на чьей стороне мы стоим, вопрос начертания зверя, три шестерки, это не значит, что человек татуировку себе сделает. Здесь речь не идет ни о штрих-кодах, ни о вакцинах, ни о чем-либо таком, ни о чипах, естественно, мы должны понимать. Здесь речь идет о том, согласны ли мы провозгласить, принять и прославить Бога как Творца, соблюдая четвертую западь, и не только четвертую, мы понимаем, что весь закон необходим, да, Божий к соблюдению, и принимая его не из страха смерти, не из страха ада и вечных мук, которых на самом деле не существует, а отвечая на его великую любовь, своей любовью, и человек, когда сам готов, как во все века верные Богу люди, отдать свою жизнь, по примеру, Иисуса ради того, чтобы послужить Господу, вот это значит встать на сторону греха, а если не это, все остальное значит, нет, если мы поклоняемся Богу, мы поклоняемся Его врагу, да, спасибо, исход 20 глава и с 8 по 11 стих, каждый адвентист знает эти стихи, и помни, и помни день субботня, да, помни день субботня, чтобы светить его, шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай, он никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни сын твой, ни рабыня твоя, ни скот, создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его. Да, какие элементы печати вот мы видим в этих стихах? Ну, во-первых, то, что он творец, он создал все, и территория принадлежит, это ему, человечество принадлежит ему, это первое. Ну, он царь, да, то, что принадлежит ему, это он царь, потом идет он творец, и территория, которая принадлежит. Да, вот элементы печати, которые в стихах о субботе, и действительно, те, кто соблюдают субботу, да, они показывают этим то, что они, это их царь, они созданы этим царем, и территория, на которой власть распространяется, этого царя. Очень красиво в Коране написано 32 сура и 4 стих о поклонении. Это сура о поклонении в Коране, и там написано, что Аллах создал небо и землю за 6 дней, а седьмой он вознесся на трон. Что значит вознесся? Аллах вознесся для чего? Ну, для того, чтобы он принял поклонение от всей вселенной, не только от людей. В этот день он принял поклонение от всей вселенной, и он открывает вот характер Бога, этот стих Корана, и он показывает, что Всевышний наш, он был и есть царем и создателем всей вселенной, и ему поклоняется в субботу вся вселенная, и не только человек, как создателю, царю, и его власть, она распространится не только на землю, но и на всю нашу вселенную. И, мало того, читая последнюю главу Исаия 66 главу, мы видим, что на новой земле и новом небе из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить каждая плоть на поклонение Господу. Да, аминь, спасибо. В конце нашей дискуссии хотел бы задать вопрос, чем закончится вот великая борьба? Мне просто хочется цитатой, наверное, даже без какого-то комментария. Откровение 21 глава, давайте прочитаем с 1 по 4 стих. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се, скинь о Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрёт Бог всякую слезу сочей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Знаете, вот Иоанн, который в этом виде не увидел, у него страшного. Честно, если представить всех вот этих животных, зверей, драконов, бедствия, через которые проходит Божий народ, вот этот Иоанн пишет, что «Я Иоанн», вот тот, чем заканчивается книга Откровения, а книга Откровения – это последняя книга Библии, чем заканчивается всё библейское повествование, чем заканчивается это великое противостояние, это блаженным, вечным сосуществованием человечества и всей вселенной с Господом нашим, в естественном общении близости, без слёз, греха, смерти. Буквально несколько слов я хочу сказать, понимаете, ведь вопрос-то возник в чём? Сатана стал лгать на Господа, то есть он говорил о том, что Господь не тот, как бы за кого он себя выдаёт, и Лиза уже об этом говорила, что он требует поклонения себе, власти себе, потому что вот так. Бог дал свободу выбора, но кульминация и всё, что произойдёт, то Бог говорит, люди, те, которые выбрали путь Божий и стали на его сторону, то все те бедствия, проблемы, которые мы сегодня видим, возникли из-за греха, не из-за Господа, а из-за греха, это последствия греховной жизни. Господь говорит о том, что это всё закончится. И самое главное, что Божье имя, Божий характер, каждая личность во всей вселенной, она провозгласит. Бог праведен в своём решении, Бог праведен в своих судах, и Бог праведен в своём характере, вот в той своей сути, какой он есть. То есть сомнений ни у кого во всей вселенной возникать не будет. Самое главное, восторжествует справедливость, что Бог есть любовь. И то, что сатана говорит сегодня о нём, у всех сотворённых существ развеются всякие сомнения. Спасибо. Спасибо большое за то, что вы приняли в дискуссии участие. Благодарим всех, кто нас смотрел. И пусть Слово Божие, которое мы сегодня разбирали, принесёт пользу и в ответ в жизнь каждого из нас. Аминь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok